Добрый день, уважаемые любители шахмата! Я рад приветствовать вас на презентации своего третьего уже по счету курса лекций по защите каракан. Извините сразу за не очень четкое данное видео, потому что это новый ноутбук и веб-камера немного не та, которую я хотел. Ну, собственно, о защите каракана и о классическом варианте и о отклонениях от этого варианта. Безусловно, если вы будете играть только защиту каракан, то 100%, что в одной из трех партий у вас точно встретится один из этих вариантов. Поэтому он очень важный. Ну, как разыгрывали раньше основной, так называемая основная линия защиты каракан, которая разыгрывается ходами Е4, С6, Д4, Д5, Конь С3, ДНЕ, Конь Е4, Слон Ф5, Конь Ж3, Слон Ж6, Х4, Х6, Конь Ф3, Конь Д7, Х5, Слон Х7, Слон Д3, Слон Д3, Ферст Д3, Х6. То есть, эта позиция возникала более чем в 15 тысячах партий, причем это только те, что в Мегабайзе. На самом деле, это, наверное, если считать партии по интернету, и миллионы партий были разыграны на эту тему. Что делают белые? Белые фиксируют структуру черных ходом, H5, и, собственно, уходят в длинную рокировку, потому что, как мы увидим, если они уходят в короткую рокировку, это им ничего абсолютно не дает. Ну и раньше черные разыгрывали этот вариант через Ферст Д7, уходили в 3-0, получали чуть более худшую позицию, и защищались, но, к счастью нашему, любителей защиты каракан, наступила компьютерная эпоха, и люди поняли, что рокировать в короткую сторону не так уж и безнадежно, потому что, получается, позиции с контр-крой черных успевают провести С5 и так далее. Ну и, собственно, я дополню в этом курсе очень много дополнительных вариантов, но ввел новые партии, поскольку большинство видео было записано год назад, и теория в некоторых местах устарела, так что я советую сначала посмотреть видео, а потом укрепить ваше знание описательной частью курса. Ну, это то, что касается основного варианта. Там в белых есть на 11-м ходу продолжение, слон Д2, это более современный ход, и так, скорее всего, чаще будут играть в ближайшем будущем. Ну и слон Ф4 есть тот же ход, на который надо делать интересный худший шаг. Ферзь А5, собственно, вы все это найдете в своем курсе лекции. Ну и потом, после того, как мы посмотрели основную линию, нужно переходить к отклонениям на 5-м, на 6-м ходу. Все они довольно интересные. Ну и получается везде, что у черных, как я проанализировал, как минимум равенство. Ну, такие вы современные шахматы, потому что добиться перевеса белыми очень трудно нынче. Тем не менее, есть варианты там, где белые получают определенное давление, которое, конечно, черное нивелирует ходу к 25-му. Ну и, собственно, это предпоследний курс. Возможно, мы увидим курс по закрытой системе через определенное время. А пока изучайте классическую систему. Удачи вам!